Ишемическая болезнь сердца бьет рекорды смертности в России. В Дагестане ситуация необнадеживающая. Внедрение операции аортокоронарного шунтирования с искусственным кровообращением – приоритетная задача Республиканского Центра кардиологии, где с июля по октябрь уже прооперировано 9 пациентов. Подробнее расскажет Луиза Раджабова. Разгрузить сердце пациента, спасти от ишемической болезни – сложное микрохирургическое вмешательство аортокоронарное шунтирование. Она требует высочайшего уровня медицинской подготовки и высококлассной техники. Совсем недавно за таким лечением приходилось выезжать за пределы Республики. Теперь жизненно необходимая операция доступна и у нас. Самое главное – это то, что в центре начали выполнять операции на открытом сердце, операции с искусственным кровообращением. Ишемическая болезнь сердца на сегодняшний день является одной из главных причин инвалидизации и смертности от болезни системы кровообращения. Примерно 50% больных, страдающих, то есть инвалидизация и смертность, она в спектре причин смертности болезни системы кровообращения, заболевания сердца составляет где-то 50%, и большую часть из болезни системы кровообращения составляет как раз ишемическая болезнь сердца. То есть это очень важный фактор и очень важное заболевание, научившись лечить которое, мы существенно увеличим продолжительность жизни пациентов и качество их жизни. Раньше больных с диагнозами шумической болезни и последующей закупоркой сосудов оперировали, вскрывая всю грудную клетку. Теперь достаточно лишь двух маленьких разрезов. 65-летний Айдемир, которому выполнили сложнейшую операцию на сердце, уже через несколько дней отправится домой. Выполнена операция аортокоронарного шунтирования, шунтированы три коронарные артерии. После операционного периода он находился в реанимации, в гладкой течении. В первые же сутки через буквально 2-3 часа больной экстубирован, переведен на самостоятельное дыхание после операции. Сегодня уже восьмые сутки после операции больной в удовлетворительном состоянии готовится к выписке. Буквально месяца 6 назад у меня как-то оттышки начались. И я как-то думаю, давай я проверю. И три сосуда закупорены почти на 95%. Потом они говорят, хочешь, отправляем Астрахан, хочешь, в Москву отправим. Ну, врачи сказали, у нас тоже делай. Выполнение операции на открытом сердце стало возможным после приведения операционного блока и реанимационного отделения в соответствии с современными стандартами медицинского оснащения. Эта операция делается только при ишемической болезни сердца. Это считается прямая ревоскулизация миокарда. То есть при ишемической болезни сердца делается в основном две операции. Это орто-коронарное шунтирование, либо это делается стентирование сосудов. Если эту операцию не проводить, если не проводить прямую ревоскулизацию миокарда, эти пациенты, как правило, переносят инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда может быть как небольшой локализацией, так и большой трансморальный инфаркт. Вот чтобы предотвратить этот инфаркт миокарда и угрозу внезапной смерти, проводятся вот такие вот операции. Сотрудники Дагестанского центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии провели уже девять успешных операций. Пациентов, желающих быть прооперированными именно на родине, становится все больше. Мне предлагают, давай в Москву поезжай, давай в Астрахан надо делать, в хорошей клинике есть. Я говорю, нет, у нас тоже, оказывается, дело, я не знал, что здесь делают шунтирование. Я знал, что здесь стентирование делают. Оказывается, здесь и шунтирование делали. И, короче, сказали, что заехал сюда, принялся здесь. Поговорили с врачами, говорят, мы можем делать. Я говорю, тогда своим лучше доверить. С каждым действием врачей кардиоцентра у пациентов увеличиваются шансы на жизнь. Работает новейшее медоборудование. Операция контролируется с первой и до последней минуты. Все ювелирно. На счету каждый миллиметр артерии. За те 50 минут, пока бригада медиков спасает пациента, сердце начинает работать, как часы. Луиза Раджабова, Муса Салгиреев, Новости ННТ, Махачкала.